Операция МАК направленная на уничтожение посевов наркотика, содержащих растений. Их изъятие из незаконного оборота продолжается. С 23 мая по 4 июля в Луганской области зарегистрировано 77 криминальных правонарушений. Объявлено подозрение 23-м и в отношении 17 человек уголовные дела направлены в суд. О самых резонансных изъятиях в сюжете Дарья Расторгуева-Куценко. 15 килограммов марихуаны на общую сумму 1 миллион гривен и целый арсенал оружия. Обрез охотничьего ружья, ручную гранату F1, полуавтоматическую нарезную винтовку и более 500 патронов обнаружили полицейские 1 июля в ходе обыска частного дома в селе Боровеньки Кременского района. 42-летний ранее судимый житель дома уверял, что оружие, найденное у него, исключительно для самообороны. Наркотические средства, он пояснял, что это для личного потребления, хотя такое количество, будем дальше разбираться. Возможно, ему будет предъявлено обвинение в хранении с целью сбыта наркотических средств. За незаконный сбыт наркотических средств уголовная ответственность, если в особо крупном размере, от 8 лет лишения свободы. А если для личного потребления, то в особо крупном размере, то от 5 лет лишения свободы. С полутора килограммами маковой соломки 4 июля был задержан житель Лисичанска. 5 июля с помощью видеосъемки с квадрокоптера полицейские нашли наркоплантацию на территории Сиротинского лесничества, неподалеку от Северодонецка. Установлено, что конопля была засеяна более чем на 5 гектарах с помощью агротехники. Чтобы ликвидировать эти растения, оперативникам пришлось задействовать трактор. По ценам черного рынка стоимость урожая превысила бы несколько десятков миллионов гривен. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые совершили данное преступление. Данный факт внесен в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного статьей 310 Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие мероприятия. Менее чем за полтора месяца сотрудниками национальной полиции Украины было зарегистрировано 77 наркопреступлений на Луганщине. Операция МАК, которая началась 23 мая, продлится до 29 сентября. Дарья Расторгуева-Куценко, Илья Трофимов, ПОДИЯ.